Привет, ребята! У нас дилемма. Я вам пару влогов назад рассказывал про Азербайджан, то, что мы хотим туда поехать, но не учли один важный момент. Давайте по порядку. Первая точка нашего автопутешествия это Грузия. Мы хотели там покататься, там с Ванетью съездить, Тбилиси и так далее. И дальше на машине уже заехать в Азербайджан. Но я не учел один факт, что автомобильная граница сейчас просто закрыта. Я списался с местным. Он говорит, да, действительно, все закрыто. Все это связано с ковидными ограничениями. Возможно, да, откроют ее там в январе, а может быть в феврале, а может быть в марте. Поэтому я не знаю, как нам строить сейчас наш маршрут и будем думать. Может быть, погоняем по Кавказу, потом заедем в Грузию. Пока нет такого понимания. По поводу шторок мы их будем сдавать, как я и говорил, в прошлом влоге. И посоветовал один из подписчиков, по-моему, компанию Таракот, она называется. Сегодня буду смотреть, уж не знаю, сколько они там стоят. И третья штука. Катя вчера был такой срыв. Она начала снимать видос, такой большой девчачий, там распаковка всяких средств в режиме SNQ. Это когда у вас все замедленное, там, не знаю сколько, 120 кадров Full HD. И при этом не пишется звук. То есть она очень долго старалась, это все писала. И это все в помойку. И будет перезаписывать. Я прямо ее успокаивал, у нее чуть ли не слезы были на глазах. И говорю, да ничего страшного, у меня еще хуже было, когда я несколько дней снимал материалы, и флешка ломалась. Ой, как громко. Я тебя закрой, я еще записать хотел. И еще кто-то по поводу Азербайджана, скорее всего, скажет, летите на самолете, но я очень хочу проехаться по военно-грузинской дороге на тачке. И потом возвращаться в Москву, или оставлять машину как бы в Грузии, лететь в Азербайджан. Ну, такое себе. Кто-то еще предлагал, типа, летите из Азербайджана сразу в Таиланд. Ну, это представьте, сколько нужно брать с собой вещей. То есть и теплые, и летние. А я люблю в Таиланд вообще с одним рюкзаком ехать. Я даже куртку не беру. Вот прям в Толстовке сажусь с такси до аэропорта, и прилетаю в Таиланд, так скажем, налегке. В общем, будем думать. Пока не очень понятно. Но опять же, будет не скучно, потому что в Грузии прекрасные дороги, вкусная еда и живописные виды. Мне там очень нравится. Говорю, военно-грузинская дорога, это прям топ. Из всех кавказских она у меня на первом месте стоит. Помимо тушенки, я хочу еще одну штуку разыграть. Смотрите, у меня есть хейкапы, Абдарк Проджект, это КС-36. Они на русском языке, тут и английский есть, ПБТ-материал. Давайте его настрою и покажу. Мне просто противник, да, не очень зашел. Так я не той стороны, когда он стоит. Помоги мне, как ты. Вот так они выглядят. Вторую тоже достань. Достаточно симпатично. Короче, пишите просто в комментариях, хочу клавиши, и я их разыграю. Только обязательные условия, вы должны быть подписаны на канал. Клавиши вообще не юзные, я их наделал на клавиатуру и тут же снял. Что, Катюш, нравится? Себе хочешь оставить? Да нет. Не, у тебя очень классные кейкапы. Мне вот эти нравятся, которые я себе поставил. Это от Keychrome. Звук клевый, все-таки в этой клавиатуре я не могу. Мне очень нравится, как я подобрал вообще и цвет, и корпус. Это ты плачешь, потому что я клавиши хочу разыграть, да? Нет, потому что мне видео надо было переснимать. Я там всю душу люблю. Снимай. Дуй, ты, она влазила. Ничего страшного, переснимешь. Мне придется на игры, на второй раз на камеру, свои эмоции показывать. Ты просто скажешь, что, девчонки, я запорола, снимала в S&Q, сейчас сделаю вторую попытку. Поделись просто эмоциями. Это вот, знаешь, тебе кажется, что будет наиграно? Надо просто аудитории сказать, почему получается так. Да это я скажу. Я вот вчера там восхваляла этот спрей для волос, точнее, сухой шампунь. Ничего, мне второй раз его восхвалять. Надо тогда волосы, чтобы заговнились. Не надо, я просто покажу, что там нету белого налета, и все. Ну, потому что остальные шампуньи все с белым налетом. Многие вообще не понимают, о чем речь. Ну, девчонки-то понимают. Потом к тебе зайдут просто и все, и будут смотреть. Ну, и очень быстро покажу Катюхину клавиатуру. Это Вармила VA-108M. Ну, и сочетание клавиш вы сами видите. Тут темно-серый, просто серый, бирюзовый. Ну, красиво выглядит. Друзья, ну, у нас все сохраняется. Такая же холодная погода, минус 11 градусов. Активно пользуемся подогревом тачки. И по поводу видосов, как я снимаю. Режим у меня стоит 5,3К. 30 кадров в секунду. Линейное отображение линзы. Высокий битрейт. ИСа ставлю максимум 800. Ну, а крашу, извините, по собственному вкусу. Делиться я этим, конечно же, не буду. Есть куча латов, которые вы можете купить и использовать для гоупрошки. А, цвет у меня стоит, по-моему, нейтральный или натуральный. Вот, вот так вот он называется. А мы почти подошли к тачке. Катюнь, ты такая сжавшаяся, замерзла? Типа того. Ничего, сейчас будет тепло. Тачка уже вон, в трех метрах. Типа того. Она уже успела выключиться. Видимо, прошло 15 минут. Там максимальное время, которое можно поставить подогрев, 15 минут. Потом она вырубается. Ну, что-то тепло. Хоть чуть-чуть здесь. Или не особо. Видимо, уже остыло. А еще нам надо будет с тобой тачку заправить. Потому что топливо на 50 км осталось. Так, давай, Каш, свои тяпки еще куда-нибудь уберешь. Тут места вообще нет. Все, мы заправились. У нас полный бак. Так что, Катюх, можем с тобой кататься тебе по полной. Ну и заедем сейчас в торговый центр. Съедим, наверное, с тобой по блинчику, по супчику. По поводу шторок я буду, наверное, оффлайн их покупать. Потому что мне важно, чтобы мы их прям на месте попробовали. Потому что вот так вот это кот мешки заказывать могут не подойти. И сколько я так менять буду. Такое себе. Вот те, которые мы брали, на самом деле, они достаточно прикольные с точки зрения материала. Мне они понравились. Но сами видели по габаритам. Они прям совсем не подходили. Ладно бы там зазор был миллиметр два. Но там прям совсем не попадут. Именно так выглядит уверенная в себе женщина, которая сейчас будет есть теремок. Берем еще кофе себе в Макдональдсе. До этого взяли в Кофикс, да, называется заведение. Короче, там полное говно. Катя вот принесла мне, я пробую, оно чуть теплое. Как так нужно кофе готовить? А я люблю, чтобы погорячее было. Ну и у Катюшки тут, я смотрю, прям раш начался. На двоих сидим? Не-не, не буду, наелся очень сильно. Я после рыбы не хочу морозиного. Ладно, не буду. Все, давай, оплачиваем. 288 рублей. Взяли с Катюшкой кофеек. Макдональдс, он гарантированно. Ну, вкусный. Да, на шестерочку из десяти. Но это лучше, чем то, что было до этого. На четверочку. А в этом? Серджио пицца на девятку. Мне так нравится погода. Ну, так прям по-зимнему классно. Вообще, утром было солнце. Переходим, переходим. Утром было солнце, я расчистила, что это будет весь день. Это правда. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Хотя, снежок, это же тоже прекрасно. Если было бы солнце и снег, я была бы рада. А, ну это было бы да. Но обычно, когда солнце идет, снега нет. Ребят, ну это просто не наш день. Мы взяли в Макдональдсе кофе, и оно горчит просто пипец. Я никогда в жизни такого не пробовал. Ужасно. Причем, это вторая попытка взять кофе. Я сначала взяла в одном месте, нам не понравилось. Потом в Маке мы взяли во вкусную точку, нам не понравилось. Я вот серьезно, я просто в шоке. Я взяла себе латте лесной орех или капучино лесной орех. Причем дополнительное молоко еще. Дополнительное молоко у меня еще было. Плюс лесной орех я брала уже лесной орех и шоколад. Это прям сладкое кофе должно быть. Не, я попробую, это жесть. Не то, короче, как обычно делают. Хотя выглядит, вот смотрите, ну типа, все окей. Хрень хренью. Ребят, по поводу шторок, получилась целая ролевуха, но заканчивается она успешно. Потому что мы напрямую связались с продавцом, нашли контакты. Позвонили на производство случайно, потом вышли на менеджера. В общем, отправим шторки, которые к нам не подошли. А он нам в ответ для моей модели. Так что через несколько дней у нас будут подходящие для нас шторки. Почему нам сигналят? Кто? Не знаю, справа кто-то, парень какой-то молодой. Давайте я подсниму. Кто это? Не знаю, подписчик, наверное. Он просто смотрит на меня и так прям это машет. Я думаю, господи, чем происходит. Может, твой знакомый какой-то. Вот так нам Катя встретили подписчика, только поставив тачку на учет. Радостный. Ты еще у него спрашиваешь, ты кто? А он не слышит. Да. Так вот, как у вас дела? Куда едете? Куда едем? Да, забавно. В общем, что, со шторками все хорошо. Я все равно еще позвонил в Билл Прайм, сервис, которым я постоянно обслуживаюсь. Может быть, они, ну, тоже предложат какой-то вариант. Но наверняка там будут оригинальные. За хер вую тучу денег. Скорее всего, я не буду их покупать. Но мне все равно интересно узнать, сколько же это стоит. Катаемся по центру, смотрим о его решке. Прошу кет. Катя уже тут просто в этой атмосфере. Более чем полностью, да? Да. Это очень классно помогает. Вот если забиты мышцы, я прям чувствую, как они прорабатываются. Хочется уже? Очень хочется. Я тоже хочу написать. Записывай. А я тебя вот записываю. Нет? Нет. Мы приехали в Европолис. Я хочу в крепление для ГУПРОЖКИ посмотреть на грудь или на лоб, пока не знаю. Смотри. Есть наш шлем крепа. То есть, Катюх? А, ты крепление для ГУПРОЖКИ смотришь? Вот так вот, и здесь камень. Ремешок будет в руке? Да, да, да. Да. Да, и он там подтягивается. Или может какая-то прищепка на одежде? Не-не-не, посмотрите, сколько стоит смарт-гирлянда. Твинкли. Офигительный. Но ценник от 600 огоньков, 27 косарей. Вот это прям топ. Сейчас забежал еще в Айкос. Ну, вот здесь он находится. Купил два блока стиков. И все думаю, а есть ли вообще в Таиланде Айкос? Кто сейчас живет в Таиланде, скажите мне. Маме возьмем еще. Она очень любит соленую карамель. Две штучки. А Катя сейчас смузы хочет. Еще забежали в заведение, забыли сахар. Взяли орешки, соленая карамель. Ну, это опять же мама. А Катя себе малиновый чизкейк. И говорим на фоне друг с другом. Очень классно. Еще прислонись. Прикольный эффект. А Икея тут заколотили уже. Все. Ушла эпоха, так ты не попала в Икею. Ни разу там не была. Алло. Здорово, мамка. Ты дома? Да. А мы тебе вкусненькое везем. Ну, давайте, заходите. Все. Давай, до встречи. Едем в небольшой пробочке. И Озон меня тут немножечко расстроил. То, что мою вот эту штучку, адаптер для щеток. Они доставят только 8 числа. Обещали сегодня. Я уже надеялся, что завтра поменяю щетки. Потому что, ну, опять же говорю, родные, труд. Ну, так себе. Может быть, обратили внимание, несколько кадров назад я включил более широкий угол. Интересно потом посмотреть на монтажке, как это все дело выглядит. Встречай. Это тебе. Нет. Открывай, смотри. Это Эклера. Соленая карамель, мам. О, соленая. Самая соленая. И вот это тоже открывай, смотри. Ну, как-то здесь все так сложно. Я уже так... Это еще, видимо, надо разрезать. Все. Видимо, каким-то образом. Не переворачивать. Ну, это котючек десерт. Ну, судя по всему, мой десерт. Ладно, ты давай его сама распаковывать. И вот, смотри. И я. Тоже соленая карамель. О, соленая карамель. Я очень люблю. Все, соленая карамель. Все, давай мы отчаянно в одежде. Давай я открою, да? Ну, смотрите, видите, котючек конкурирует сама. Что вы говорили? Ой. Да, он свалился. Ой, немножечко свалился. Ну, ничего страшного. Ну, все равно красивый, да? Очень. Я знаю даже, где это я его видела. В целом, вердикт по орешкам не понравились. Вот это пирожное вкусненькое. Но оно, правда, как будто бы без сахара. Потому что оно прям такое кисло-кисло. А эклеры отличные. Тут их было два. Если помните, одну я сам сожрал. Не удержался. Отличный кляр. Ты хочешь прижаловаться? Почему? У тебя волос? Я думаю, что из этого до восстала волос, да. Это не настоящий волос, это искусственные пробудки. Потрогу его. Это не настоящий волос, это искусственный лес. Да. Чувствуешь? Да. Я только что с пирожного достала. Слазно. Необычный орех, потому что привыкли орешки есть со сгущенным молоком. При этом сладкие. Естественно, для тебя это необычно. И сахара там нет. И тесто без сахара. Они же все без сахара делают. Да, я понимаю. Не. Ну не уходи, не уходи, показывай. Что ты тут повесила? Картинки повесила. Ну, давай. И расскажи историю этих картин. Как ты писала? Короче, купила рамку. Купила холстик такой небольшой. Купила краски у меня были до этого. Какое у тебя настроение было, когда ты писала эти картины? Вот такое вот тоже. Дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Вот это я вам показывал. Похоже на город, на Гонконг. Вот так это. А это что? Как называется это произведение? Это просто называется «Настроение». Настроение? Черно-белое. Черно-белое. Да. Кто-то меня в прошлый раз обвинял, что у меня все картины были красные. Это... То есть, красные картины, это как бы пессимизм такой и все так и прочее. Наоборот, экспрессия. Не-не-не. Чувства. Пэшн. Страшность. Ну, там вообще какое-то у меня настроение было типа такое вот. Я человек психовный типа. Что-то из этой серии. На самом деле у меня был «Красный диван», и я пыталась сделать картину, чтобы она была... Сочетаемая. Сочетаемая, да. С красным диваном. Поэтому у меня в картину было больше красного. Яркого такого, потому что мне было нужно яркое пятно. Сейчас у меня настроение вот такое. Ну, здесь в принципе такая черно-белая комната, если вот так посмотреть по деталям. Ну вот. Так ни к чему не стремилась. Просто сидела и ляпала. Хорошо получилось. Ну, думаю, пусть ладно будет. А кто-то советовал, я правда чуть не обратил внимания по поводу того, что билеты на сайте Аэрофлота дешевле, чем на Авиасерс. Я вот посмотрел, на 13 января, в 7 утра вылет, да, и без багажа 109 косарей. То есть отличная цена. Там у нас было 130 с чем-то, если я не ошибаюсь. Ну, то есть тут прям ценник вообще отличный. Ты еще багаж включал, поэтому 135 получалось. Да, тут эконом. Ну, только единственное, конечно, в пятницу мы не можем полететь, только если каким-то вечерним рейсом, потому что рабочий день. Ну вот в субботу, например, если да, с утра полететь, те же самые цены. Вот 109 косарей, тариф без багажа. Надеюсь, тут видно. Б багажом 116. 116, да, 654, это эконом. То есть вылет 14 января в 7.55 утра и прилет 21.10. Ну, потому что в плюс 4 прилетаешь. Ну, часовой пояс относительно Москвы. Огонь. А тебе, Макс, спасибо за подсказку. Я что-то даже не додумался на сам сайте Аэрофлота залезть. Что-то я затупил, на самом деле. Не, классно, классно. Потом просто подберем рейс, чтобы удобно было лететь. В идеале, конечно, правда, нам в пятницу вечером, часика в 9, да, вылететь. И прилететь туда в субботу, в воскресенье. Что такое? Я об этом тоже подумала. Сейчас, думаю, закончишь разговор. От Манки едем снова с подарочками. Еще классов возьмем игрушки. Немножко тушеночки еще взял. Две сегодня мы с тобой во влоге разыграем. С твоей легкой руки определим победителя. И все, Манка, покедово. Итак, друзья, мы дома. Сейчас я разыграю тушенку. Обещал это сделать до воскресенья. Сегодня суббота, а ролик выйдет уже в воскресенье. Я нашел заранее подготовленный сайт, который называется Ультрагенератор. Мы берем в итоге ролик наш. Вставляем ссылку на него. И важно предупредить хотел. Если сейчас попадется комментарий, где не написано, хочу тушенку, то мы пролистываем его и, собственно, выбираем до следующего. Давай, показывай, чтобы это все было честно. Ссылку ставил. Нажимаю генерировать. Подтвердите действие. Возникла ошибка. Окей, хорошо. Так. Давай другой сайт какой-нибудь. Рандомный комментарий. YouTube. Да, я тут написал криво. О, какой-то еще сайт. Давайте. Так. Все. Он определил. Выбрать случайный комментарий. Хоп. Ягами Лайт. Вот так вот. Все. Готовы с девушкой сами подъехать забрать. Если еще и сам заберет. Вообще прекрасно. Ну и, как и говорил в начале ролика, обязательно участвуйте в розыгрыше. Вот это же комплект и клавиш для клавиатуры. Если у вас какой-нибудь кастон, я еще раз покажу. Это Dark Project CS36. Вообще не юзанный. И мне просто профиль не очень зашел. Здесь XDA. Ну, кто разбирается, тот понимает, о чем речь. Я люблю черри профиль. Вот. Ну все.